От возьмем за три дня Пив будет взят так быстро Полтора-три дня Два дня До нам нужны считанные часы Возьмем за считанные часы Роспропаганда опять вернулась к своей любимой теме Захвата Сувалкского коридора и нападения на членов НАТО Правда теперь не силами российской армии А силами наемников из ЧВК «Вагнер», которые сейчас находятся в Беларуси Разговоры о прорыве коридора из Беларуси в Калининград возобновились После того, как участников неудавшегося бунта против Путина Решили перебросить в Беларусь В начале недели очередная колонна в составе минимум 20 автомобилей Под вагнеровскими флагами была замечена на трассе от Бобруйска В направлении базы ЧВК в деревне Цель За последнюю неделю это уже минимум третья колонна наемников Прибывшая на приглашение Лукашенко И по мнению Роспропаганды Именно эти группировки пойдут демилитаризировать и деноцифицировать Сувальский коридор Это сухопутный коридор, который по мнению российского генштаба должен соединять территории Республики Беларусь с Калининградской областью РФ Причем проходить он должен как по территории Польши, так и стран Прибалтики И этот сценарий странами НАТО рассматривается как достаточно реалистичный Если предположить невозможное, эта авантюра позволила бы отрезать Литву, Латвию и Эстонию от Польши Но есть одно но Что Литва, что Польша члены Североатлантического альянса И что останется от грозных уголовников Пригожина в случае реальных столкновений с военными НАТО Себе несложно представить К слову сказать, эта нездоровая идея прорыва в сторону Калининграда зреет в российском обществе давно Еще в начале полномасштабной войны псевдоэксперты уже рисовали подобные перспективы Естественно, после захвата Украины Кстати, оперативная глубина небольшая, всего 60 километров При хорошем темпе наступления это 3-3 дня наступления Но умение России захватывать желаемое за 3 дня уже давно всем известно Спустя полтора года войны, потеряв сотни тысяч солдат и тысячи единиц техники Попытка открыть второй фронт с Польшей и Литвой и вовсе звучит фантастически К слову, более прагматичным расистам еще год назад все было ясно Военная составляющая такая, если НАТО реально вступит в войну То удержать Калининград мы не сможем от слова совсем Вот просто совсем Атаковать его будут со всех сторон Там с трех сторон Польши, с четвертой Литва На море, на Балтийском НАТО обладает подавляющим И в воздухе тоже То есть там наши части и соединения смогут только героически погибнуть Этого мнения придерживаются и непосредственно в Европе Польша уже усилила границу с Белоруссией Отправив туда полтысячи полицейских Также там находятся пять тысяч пограничников и две тысячи солдат Литва еще к НАТОвскому саммиту надежно перекрыла границу с Белоруссией и РФ При этом послаблений пока не наблюдается Также обе страны призвали членов НАТО отправить дополнительные войска Альянса Для защиты их территорий В том числе в районе Сувалкского коридора Местность к северу от Сувалок в сторону границы с Литвой А также границы с Калининградской областью очень сложная Это холмистая местность, много озер, лесов, дороги очень извилистые Для атаки здесь действия могут быть затруднены Но для оборонительных действий там все идеально На защиту собственных земель стали и обычные граждане Примером в Польше уже создан Центр территориальной обороны из местных жителей Инструкторы обучают мужчин пользоваться оружием и техникой В Литве в отряды самообороны также записались уже более 10 тысяч человек Так что пройти маршем, как говорят в России, здесь точно никому не удастся Я не думаю, что Россия настолько глупа, чтобы напасть на НАТО Но, как мы видим, никто не ожидал, что она может напасть на Украину Так что неизвестно, чего ожидать от России Так что мы должны быть ко всему готовы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok